Я всех помню, люблю. И, конечно, по возвращению мы все соберемся. Праздничный галстук, торжественная обстановка. В этот день рабочий график на орбите в 400 километров от Земли не помешал празднику. Космонавт Павел Виноградов распаковывает подарки. Те, что прилетели на космическом грузовике. Вот оно, тепло родных и близких Земли. На орбите юбилей. Так получилось, что в каждом своем полете Павел Владимирович отмечал свой день рождения. В первом полете на станции «Мир» ему исполнилось 45. И вот уже в третьем празднуют юбилей – 60. Дорогие, родные и близкие Павла Владимировича, извиняемся перед вами за то, что украли в этот торжественный день Павла Владимировича. Уверяем вас, мы постараемся хоть чуть-чуть, но заменить то тепло, то ту любовь, которую вы питаете к нему для него. Провожая главу семейства в космос в марте этого года, Виноградовы уже думали о том, как будут отмечать этот день в августе. И снова на большом расстоянии друг от друга. Он каждый полет отмечает день рождения в космосе. Первый раз он стартовал 5 августа и 31 августа, естественно, был на борту. Второй раз он стартовал 30 марта и сел 29 сентября. Поэтому он уже третий раз будет встречать день рождения на борту. Павел Виноградов – первый российский космонавт, который отмечает такой юбилей 60 лет на орбите. Для него время – понятие относительное. В своем возрасте он в прекрасной космической форме и даст фору многим. Хочу пожелать, чтобы сегодня вы ни в коем случае не вздумали подводить какие-то итоги, задумываться там о том, что было, как оно было. И я хочу сказать, что горизонт по-прежнему там же, где ему и положено быть, на горизонте. Этот день для космонавта – выходной, а значит, общение с Землей в неограниченном количестве. Все, кто желают поздравить юбиляра, поздравляют. Не обошел вниманием и премьер-министр России. Успехов вам и хорошего настроения. Счастливый человек. Празднует день рождения на рабочем месте, в хорошей компании. На Земле ждет семья. Ну, что еще нужно? Павла Владимировича, инженера-конструктора РКК «Энергия», знают и любят все, с кем он когда-либо встречался. Его дорога к звездам – пример целеустремленности и веры в себя. Он подавал документы в отряд космонавтов многократно. Отказывали. Надо было проработать на профильном предприятии несколько лет. А потом и вовсе ответили – такие специалисты необходимы на Земле. В отряд молодой космонавт был зачислен почти в 40 лет. Я считаю, что это одна из главных целей – научиться человеку жить и работать в космосе. Вот сейчас мы это уже… ну, мы говорим, что мы умеем это делать вокруг Земли. Сейчас надо научиться жить и работать в дальнем космосе. И этот процесс не остановить. Как бы вот… зачем летать, миллиарды тратить? Ну, зачем Колумб поплыл там через тысячу верст по воде? Ну, так было все хорошо в нашей старенькой, хорошей Европе. Он всегда делится своим опытом, поскольку старший волею судьбы всегда дает советы и помогает тем, кто обращается за помощью. И даже сейчас, в череде серьезной работы, находит время на орбите, чтобы рассказать детям о законах физики. Чтобы тех, кто мечтает о космосе, становилось больше. Ведь это так здорово – подарить себе в день рождения целую планету с голосами родных и близких. Три, четыре. Поздравляем! С днем рождения! С днем рождения! С днем рождения!